Я не могу назвать тебя сегодня неизвестным, мягко говоря, то есть у тебя такой канал, по-моему, 350 или 360 тысяч подписчиков уже на сегодня. Да, и я разваливаться начал. Кем ты видишь себя через 10, 5, 10, 15 лет? Первый папа. Это прям с детства. Привет, друзья! Я на своем канале решил сделать ряд интересных интервью с очень интересными людьми. Когда недавно я увидел канал Влада, он мне понравился своей открытостью, откровенностью. На мой взгляд, именно поэтому у него такое большое количество подписчиков сегодня на канале. Конечно, я хочу задать ему сегодня эти вопросы, что на самом деле, по его мнению, является таким вот успешным, что лежит в основе успеха его канала. Успешный успех. Да. Подготовил ряд интересных вопросов и давайте начинать. Так как у меня канал более-менее сыроедный, то я спрошу тебя следующее. На сегодняшний день какой у тебя вид питания? Сыроед ты, проноед, всеед? То есть, что скажешь по этому вопросу? Потому что мне не важно, какого вида питания придерживается человек. То есть, главное, чтобы он был интересен для меня. Ну, сейчас живое питание. И, в принципе, последние два с половиной года живое питание. И из каких соображений ты перешел? Да я разваливаться начал. И что-то это... Ну, врачи не помогают, ничего не помогает. Ты тыркишься, нашел информацию. Кстати, вот как раз тогда я тоже на тебя натыкался. Ну, то, что ты был там, Ромка Милованов был, ты, еще там два с половиной человека, там Андрюха, счастье, еще кто-то. Ты такой... Есть такие люди. Посмотрел все это. Ну, я достаточно долго изучал и достаточно быстро перешел. То есть, я где-то месяца 4-5 я прям вот впитывал. Я вот читал книги, так вот пристреливался, присматривался. Потом думаю, ну, все. Ты резко с мяса перешел, да? Да, ну, то есть, я кушал, 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 а потом в один день думаю, ну, если я не пробую, то я продолжаю, не пробую. Ну, то есть, уже в это чаша знаний и вот какое-то вот понимание за, она перевалила и все, пора. То есть, у тебя иногда бывают такие периоды, когда ты что-то другое ешь, там, позволяешь себе животное или у тебя чисто уже идет... А, нет, я тогда один раз решил и все. Не, ну, ты знаешь, ну, там, типа, где-то, ну, что-то добавили или там, ну, ну, это, ну, 1%. Ну, и как ощущения? Ну, когда у тебя все ушло, то что была какая-то фигня, по-моему, нормально. Здоровье стало, много лучше, энергии больше, да? Ну, конечно. Выносливость, ну, то есть, очень большая, то есть, огромная выносливость. Ну, ты знаешь, я вот не могу сравнить, потому что, ну, до этого я занимался спортом, ну, я, типа, такой, Вась-Вась, так, как-то. А сейчас я начал заниматься спортом и, то есть, нету, ну, я помню, когда я, там, биатлоном или карате или еще чем-то, ну, это я мелкий был, там энергии так дофига, поэтому, ну, вроде, наверное, то есть, ну, я занимаюсь, мне нравится, поэтому так. Я не могу назвать тебя сегодня неизвестным, мягко говоря, то есть, у тебя такой канал, по-моему, 350 или 360 тысяч подписчиков уже на сегодня, то есть, вот. И хотел задать тебе вопрос, для чего тебе вообще этот канал, что ты хочешь получить, развивая данный канал, то есть, что для тебя важно, важно, известность или, там, допустим, когда ты его монетизируешь, большое количество денег, вот, что лежит в самом, вот, корне этого, зачем ты его вообще сделал, для чего? Да, удовольствие, ну, такое, просто по кайфу. Ты делаешь, тебе нравится, ты видишь результат какой-то, ты делаешь дальше. Ты придумаешь, какие сценарии, какие-то видосики, какие-то эти. До этого раньше я, ну, у нас 5 лет продакшеном было, этого мы снимали, там, не знаю, уже больше тысячи видео сняли для других компаний. Постоянно ты продумываешь, что-то как-то, как рассказать людям того или иного человека. Ну, то есть, был таким бэкграундом, а сейчас ты можешь создавать именно прям то, что тебе нахочется. Привет, ребята, это Влад. Потому что там заказчик, он всегда говорит, правки, это, туда, там, что-то, блин, где там же, и от твоего остаётся там пенечка маленькая. А сейчас ты придумал проект, создал его и кайфуешь такой, о, вот так вот. А ещё люди кайфуют, и все кайфуют, вот так получается, чё бы нет. Ну, вот почему думаешь, он такой успешный, так он резко стартанул? Вот, что лежит в основе этого мнения? И опыт, тысяча факторов, ну, я это так называю. То есть, вот очень много маленьких вещей, из этого складывается такой успех. И, ну, подход. Потому что я четвёртый раз запускал свой канал, и только вот на четвёртый раз у меня получилось всё. Когда ты начинаешь понимать, там, сценаристика, режиссура, истории, какие-то техники монтажа, что ты это, что нравится или что массам нравится, что это. Я же когда хотел запускать вот четвёртый раз канал, я так как раз перешёл на живое питание, я думал, блин, а чё бы не рассказывать людям, как это классно. Да. А потом я думаю, так, массы, живое питание, массы, большое количество людей, живое питание. Чё-то не стыкуется как-то. Я понял то, что если, ну, хочу какой-то массовый контент создавать, то нужно создавать массовый контент и туда вот там, типа, чуть-чуть-чуть закидывать, и вот ты знаешь, вот из-за этого чуть-чуть уже больше тысячи человек там, какой тысячи, я не знаю, реально, мне несколько десятков тысяч человек, они как минимум узнали о том, что есть такое питание, как максимум начали вот на таких каналов, как твой, подписываться и уже там глубже копать, изучать. То есть моя задача стать таким пылесосом, который дальше вот в глубину будет уходить. То есть всё-таки ты хочешь как-то влиять на общество, да, его исправлять, делать его лучше? Ну, ты знаешь, я развиваюсь сам. Мой канал, он про вдохновение на развитие. То есть я беру какую-то сферу и начинаю в ней копаться, развиваться. А когда человек видит, что рядом кто-то развивается, то он непроизвольно начинает повторять. То есть я просто делаю то, что мне нравится, а люди как-то сами по себе такие, о, давай тоже там поджимаемся, давай там это чё, давай бизнес откроем. Вот мне недавно был, я рассказал, как открыть бизнес там по браслетам. Я в университетские годы баловался. И сейчас вот один парень, он уже всё открыл, ну, то есть чётко сделал по тому, как мне видео там я рассказал. Он сделал точно так же, говорит, Влад, я уже там 30 тысяч заработал. Думаю, красавчик. Или там другой бизнес-идею рассказывал, про то, как мы фотографировали людей, там магнетики что-то делали. И тоже мне пишут, говорит, я купил я там это в день там 7 тысяч. И такой... Тоже пошло, да. Красавцы там. Ну, то есть, ну, по стае каждый день вот приходят такие отзывы. Ну, прикольно, мне нравится. Следующий вопрос, значит, а что для тебя вообще счастье и чего тебе сегодня в жизни, ну, не хватает для счастья, вот? Или оно у тебя вообще всё есть в полной мере? Есть. Всё полностью, то есть ты полностью наполнен по максимуму, да? Ну, знаешь, есть жизнь, а жизнь сама по себе, вот как ты говоришь, это счастье. Ну, и всё, конец. Понятно. Ты живёшь, и вот что-то происходит, ну, что ты ж этим так, ну, и поигрался, там, в такую, чтобы игрушку, там, в этот. Ну, вот, примерно так. Хорошо. Окей. Окей. Сколько денег тебе нужно для счастья? Есть ли какая-то определённая сумма, или вот ты стремишься повышать свой уровень жизни, или то, что сейчас в целом тебе нормально? Ну, понятно, что тебе нужно докупить какой-то джентльменский набор, типа, там, машину, там, естественное жильё, это понятно. Но в целом вот тебе сейчас хватает, или всё-таки не нужно гораздо больше? Ты знаешь, есть вектор развития, типа, там, год назад было столько, ты, ну, ты счастлив был от того, что ты можешь сходить на рынок купить манго, да? Сейчас у тебя там другая сумма, ты счастлив от того, что ты, вот, там, машину себе купил, или чё-то это. И поэтому для счастья не нужно нисколько денег. Ты просто, вот, в моменте, исходя из того, что у тебя есть вокруг, что есть ты, ты находишь какие-то вот развлекухи для себя. И поэтому, ну, нет, нет, нет той суммы, потому что деньги, ну, типа, деньги, окей. То есть сколько сейчас тебе в целом нормально, да? Да мне каждый день нормально. Ну, когда, ты знаешь, когда не хватает денег, чё ты делаешь? Ты счастлив от того, что тут есть возможность их заработать. Когда у тебя много денег, ты счастлив от того, что ты можешь куда-то там на Болизь слетать, чё-нибудь это такое. И вот так происходит. Да, вот у меня сейчас тоже, я запишу на этот счёт ролик ещё один. У меня, вот, допустим, сейчас в жизни очень просто. То есть, пришёл в мою жизнь на полной мере минимализм. То есть, у меня были такие фазы, когда было довольно много денег. А сейчас у меня, как бы, всё минимально. То есть, у меня сейчас нет машины из тех соображений, что, как бы, я очень мобилен. У меня даже есть такой ролик, почему я стал бомжом. Вот, то есть, я могу в любое время сорваться и в любую страну уехать. То есть, когда, допустим, ты начинаешь покупать всякие дорогие машины, там, какой-то вот дорогие, там, квартиры, вот эта машина, ты, как бы, начинаешь ей жить, ты начинаешь её тюнинговать. Я всё это, как бы, проходил, естественно. То есть, ты, как бы, к ней, вот, ну, цепями и корями привязываешься, и ты несвободный становишься. Ну, вот, как-то так. А сейчас, вот, я могу буквально в любой момент куда-нибудь поехать, в Италию, там, или ещё куда-нибудь. То есть, вообще ничего не держит, и вести все свои дела оттуда. То есть, и сознательно из-за этого я, сейчас, как бы, машину не беру. Ну, то есть, вот, перемещаюсь на метро. Плюс ещё на чашу весов на эту же, что очень много пробок в Москве. То есть, гораздо быстрее доехать на метро, а когда ты обещаешь, что ты на машине, то далеко не факт, что ты приедешь в это время. Я сейчас самокат купил. Вообще, вот такая тема, просто бомба. Очень классно. Ну, наверное, да, да. А я вот езжу на... Я сейчас переехал в Королёв, и у нас там есть трасса идеальная просто. Лес, дорога, и там 11 километров до какой-то трассы крупной. Я каждое утро, ну, на велике проезжаю до этого КПП и обратно. Это получается 25 километров в абсолютной тишине. По лесу. Да, прикольный асфальт и супер свежайший воздух. Ого, ого, блин, вот это бомба. Кем ты видишь себя через 10, 5, 10, 15 лет? Вот, или ты живёшь в моменте, то есть, ты не ставишь никаких целей, как вот я сейчас тоже классную книгу прочитал, Роберт Шапир, она называется «Жизнь без целей». И её смысл заключается в том, основной вектор, что когда ты ставишь себе некую точку B и к ней следуешь, во-первых, ты начинаешь страдать, как правило, ну, ты такой вот зубы стискиваешь и должен достичь точки B. Во-вторых, очень интересный момент там указывается, что когда ты идёшь по своему пути, ты не видишь, и тебе, допустим, стоит где-то на повороте какой-нибудь очень важный человек и говорит, «Эй, давай замутим какой-нибудь проект». И при том, вот этот проект даст гораздо больше. А ты говоришь, у меня есть вот эта точка А, и как бы ты его не замечаешь, да когда отстань ты, я иду к своей точке. Поэтому я вот тоже сейчас немножко в этом плане, ну, как бы, перефокусировался, я как бы убрал какие-то жёсткие цели и живу просто смотрю по сторонам, что происходит. Я готов свернуть и направо, и налево, и пойти вперёд, и остановиться, и подумать как-то. А раньше я чётко рвал, я такой человек, который ставит точку B и идёт, стиснув зубы до конца, пока не достигнет своей цели. Через боль и страдание, через терник, звёздный. А сейчас я в этом смысле вообще очень сильно расслабился, я вижу, финансово это никак вообще не влияет, к моему удивлению, как бы сколько денег приходилось, столько и приходит в целом. При этом я в разы намного стал более расслабленный, это даже можно по моим роликам увидеть. Снова такая вот ситуация. Как у тебя вот с этим? Есть игры, в которые ты играешься, ну, типа, ну, 10 миллионов подписчиков там, ну, там, 1 миллион рублей. И если ты ставишь цель в формате игры... Да, вот это очень классно. Ну, то есть ты как бы... Ты не по возрасту правильно соображаешься. Ты за неё не цепляешься. Вот это правильно, да. Ты просто играешь в игру, да? Ну, да, раньше, как я ставил, когда ты что-то захотел, ты каждый день думаешь, ты что ты... Ты страдаешь из-за того, что у тебя сейчас... Ты уже мозгами как будто бы приобрёл её, а по факту ты вот тут вот. То есть, ну, живёшь... Ну, как я сейчас. Я живу в моменте, но играю всё в... Вот это очень классная тема. Даже есть такая вот, она сейчас... Называется геймификация жизни. То есть ты как бы свою жизнь превращаешь в игру. И это прикольно. Наверное. То есть ты как бы играешь. Вот если задуматься, прикинь, это намного интереснее становится. То есть по факту ты делаешь одно и то же, но смысл совершенно другой. Ну, то есть, потому что... Ну, вот я тоже хочу изучить этот вопрос. Есть такое течение. Вот все мы дети, все мы как большие дети. Все дети что любят? Они как познают жизнь через игру, правильно? По сути, вот допустим, почему бы не поиграть 10 миллионов подписчиков? Прикольная же игра. Да, это нормально. Это не просто там цель, допустим, 200 миллионов, это как-то уныло, да? А вот когда играть, я там сделаю тот, я такой-то челлендж, я тот-то расскажу людям, да? Прикольно получается. Да вот, а что я на своём канале делаю? Ну, 15 тысяч отжиманий смогу сделать? Да, да. Сделал, да. Столько ты подтягиваешь, сейчас там новый тридцать. И вот ты сейчас за месяц написал свою собственную песню с нуля. Прикольно. Я сейчас выпущу видео, тоже 30-ти дневка, она уже по фортепиано. Я пришёл заниматься, нулём был, и в конце у меня уже, бац, свою песню. Ты вообще вот мне нравится, я вот смотрю, немножко смотрел твой канал, ты молодец, ты развиваешься в разных направлениях, пробуешь себя в чём-то, туда-то, да, подержишься в песне. Я вот прикинь, на 8 лет застрял на сырухе, я говорю. А это знаешь, в чём классно, мне кажется? Когда ты в чём-то одном достиг глубины, тебе эта модель легко... Модель, да, модель. Ну, типа ты знаешь, как пробивать... Теперь можно эти все механизмы, да. Ты такой, в другую сферу? В любую, абсолютно, да. Я вот начинаю делать всё другое, оно получается, да, действительно. А я просто весь, как обычно, поставил точку B, вот этой экспертной строительной, я там прошёл всё-всё-всё, я знаю всё, и теперь она мне вообще скучна, но другой я ничего не изучал. Именно поэтому я сейчас резко так просто потерял этот интерес. Ты такой, ё-моё, мир-то, как за слон. Он не только из сыроедей, а и огурцов-связан. Актёр этот, Вячеслав Тихонов, и он всегда обижался, что он сыграл Штирлица. Его все ассоциировали со Штирлицем. Он говорит, блин, люди, но я кучу ещё других ролей сыграл. Но самое яркое у него было Штирлица, то есть, ну, самое прикольное. Ты, наверное, не смотрел, да, Штирлица? Ну, вот оно прикольное, вообще, очень известный фильм. Вот, и вот такая тема. Конечно, нужно быть, и меня вот все знают, как сыроеды, да, но не знают, кто я в других сферах жизни вообще. То есть, все знают, о, ты сыроеды начинают. Ну, как там, где сыроед берёт белок и так далее, если кто-то видит. Ну, конечно, часто узнают на улице всё такое. Чернок. Да, хочется, конечно, чтобы люди тебя знали каких-то неких других сфер, потому что ты сейчас сказал, я понял то, что, так как у меня самое популярное видео про отжимания, у меня плюс-минус, ай, тот, который отжимался, там, дикий. А где ты хочешь жить в идеале? То есть, имеет ли для тебя какое-то значение, или тебе вообще по барабану, там, Москва, Чита, там, или, там, Италия какая-нибудь? Когда, ну, сейчас комфортно здесь. Почему? Да ты знаешь, ну, там, 7 лет назад, когда я переехал в Москву, живёшь в общаге, ты не знаешь, куда, как, чё это. А вот сейчас уже и куча людей, знакомых, и друзей, и блогеры, и вот, ну, тусовка, тусовка. Но когда за рубеж уехал, ну, там тоже прикольно, но потом прикольно вернуться. Ну, то есть, ну, сейчас я вижу Москву, и это как такой большой офис классный, в нём очень много всего можно делать, и мне тут нравится. Да, у меня была такая история, короче, что, когда я перешёл на сыруху, мне все спрашивают, ну, ты же должен быть таким уже духовным, там, знаешь, духовники, они все такие одиноки, они уходят куда-то, там, медитируют на гору, там, 40 дней, и всё такое. Я, короче, уехал в Таиланд и поселился в Чангмай. Я получил то, что я хотел. В принципе, у меня был двухэтажный дом, я снял, короче, там очень дешево, можно сказать, классные дома, реально огромный дом, вот. И там, короче, он стоял посередине поля, и была абсолютная тишина. То есть, вот поля, там только коровы ходят, и всё, ты один, короче, всё. Я полностью почувствовал свою эту тему, короче. Аскет. Да, полный аскетизм, абсолютная тишина, никто тебя вообще не тревожит, нет никакой суеты. Я понял, что абсолютно, ну, как бы, я немножко пожил в этом, что я вообще не социуми, как бы, вот, мне очень сильно нужно было ещё общение с социумом, какими-то новыми людьми. Я понял, что мне ещё рано. То есть, мне, опять же, говорят, ну, вот у тебя, там, такой срок восемь с половиной лет, да, чисто средний, без единого потребления. Ну, тебе, наверное, уже как бы на прану охота. Я всё-таки понял, что мне вообще ещё очень рано, я ещё не наелся вот играми с социумом, каким-то вот взаимодействием с людьми очень сильно. И поэтому я сейчас приехал в самый такой максимальный город, Москву. Ну, то есть, где, где вот самая движуха, где самые интересные люди находятся. И сейчас я вот, ну, как бы, вообще на эту волну залез, мне очень нравится. Поэтому мне ещё очень рано, ну, ходить монахи и всё такое. Да? Такая тема. А ты же, наверняка, и голодать пробовал, и в носоках, там, ещё что-то. Всё это было. И такой уж, ё-моё, зачем этот мир нужен вообще-то. В чём для тебя смысл жизни? В жизни. И всё? Да. То есть, смысл жизни в том, чтобы жить? Ну, наверное, так, да. Ты меня знаешь, меня в детстве всегда спрашивали, кем ты хочешь стать, что ты хочешь, какой у тебя цель? Там друзья отвечают, я банкиром, я там этим. А я с собой хочу стоять. И как, зачем кем-то становиться? Правильно. И вот. И сейчас больше, когда ты, ну, когда ты начал чувствовать, что есть ты, и ты к себе приближаешься, ты думаешь, что, по-моему, вот это, наверное, правильнее, чем вот... Куда-то стремиться. Да, где-то там искать ответы вокруг. Да, ты просто видишь это вокруг, но ответы внутри. Какие в жизни принципы или установки для тебя самые важные? Вот такие аксиомы, на которых ты строишь вообще всё своё мышление, действия свои, базовые такие вещи. Знаешь, как бы, да, вот сейчас тебе больше в практику. Хорош вот этим вот Буддой быть. Есть классная тема, которую я для себя нашёл, и которая, она прям как-то со мной калибрируется. Это сила в маленьких шагах. Да. Это прям... Я не помню, то ли мне кто-то сказал эту фразу, то ли я сам её из себя, она как-то получилась. Но чем больше ты тем вот берёшь, куда ты погружаешься, к чём-то прокачиваешься, тем больше ты понимаешь, что вот... маленькими шагами ты можешь сделать очень большой результат это первое вторая тема это моментные взрывы иногда я заметил за собой что скучно быть очень медленным поступать иногда хочется такую фигню сотворить и ты так резкий рывок такой взорвался посмотрел там не знаем четыре дня назад меня позвали на зарубу с блогерами даже не было это час бёрпи мы прыгали мне до сих пор ноги отваливают спина отваливается но это было прикольно взорвался там четверто и третье такая это свети и зажигай горину не сгорай не знаю моя фрага я придумал для себя такую фразу такая ты можешь хоть сейчас мы общаемся до втроем получается я ты человек который смотрит если ты улыбнулся то как минимум ты уже поделился какой-то энергии и почему бы этого не делать если он дальше там улыбнется при том и абсолютно бесплатно и очень дорогого стоит для людей улыбка она очень она может сделать им целый день что что улыбнуться это будет для них ну вот то есть я у них повысится настроение у человека который смотрит он будет весь день ходить совершенно еще одном состоянии вот как раз я сейчас играюсь на часто там еду в метро или по улице очень много непробиваемых людей но есть те которые вот ну что-то там это да открыт ты улыбнулся он улыбнулся и все и там это я понимаю у меня день сделан там у него у нее даже я кстати когда в азии был ты когда увидишь очень сильно шокирует я думаю москва гораздо жестче но на самом деле оказалось мягче когда я приехал но в целом когда приезжаешь в азию короче ты конечно сначала немного теряешься когда тебе каждый первый человек пришли искренне улыбается говорят что филиппи филиппин на филиппинах еще больше чем в таиланде я не знаю не могу представить куда уже больше у меня просто столько было случая в таиланде что не столько раз помогали просто что ты идешь допустим по улице одну маленькую историю скажу из 1000 останавливается огромный джип там на вещи новейшего только он вышел еще в целлофане там не знаю сколько он там стоит там миллионов 20 тут такой тайц весь такой в золоте короче дверь открывает это вообще типичный случай для нас его привет типа вы идете там по трассе давайте я вас довезу про часа и тебя в эту машину едет на вокзал вообще не в ту сторону куда ему надо это все всяко стопудово какой-то директор фирмы ему это вообще нафиг не надо нашли мощь и в ту сторону он тебя везет где-то за 8 километров или за 10 в эту сторону короче останавливается про возле двери этого вокзала делает тебе вот так кланяться короче отпускает и уезжает представь такую ситуацию в москве останавливаться коем этом bentley и театрам говорит ой давайте по довезем к ядам своего города нет вашими поэтому вазе в смысле вот меня очень много расшокирует такой стоишь потом я уже вообще привык и но некоторые говорили что их там грабит или еще что-то у меня всегда вот классные люди очень попадаются и поэтому я очень сильно жалел когда приехал что не взял с собой рюкзак такой некий с сувенирами то есть не хочется им дарить свое хочется что-то я удобственно сибири какие-нибудь ну прикольные очень сибирский сувенир из кедра носки какие-то да 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 русская такой риски надо чтобы было качественно дорогие я решил что теперь когда поеду ну вазе следующий прикольный я возьму себе целый рюкзак короче буду ударить чтобы они там кайфовали вот это конечно вот такую тему то существует следующий раз прикольно я видел я видел что ты сейчас завелся второй канал для чего ты это сделал и какие на нем ты готовишь проект то есть будет он такой же тематике или другой и вообще какие новые проекты ты готовишь может быть помимо youtube а что такое новое у тебя в голове там что-то реализовать какой-то проект поделись если это не секрет второй канал почувствовал меня стало мало ну первый канал он больше такой шоу там большая аудитория она очень разношерстная и я заметил что я начал задумываться стоит выпускать это видео не стоит как она зайдет не зайдет рекламодатели тебе а и то есть там все равно есть некая форматность на станка более официальный да 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 или важно и сейчас я меня отпустило когда я разделение такое сделал то что здесь я как бы по фану развлекаясь я нам делаю прям такие действительно мощные проекты которые вот что-то родилось что не так вот рождается а второй канал это поставил и одним дублем пишу пока так идет и мне это так понравилось более душевный открыт такой ты-то паришься да да там вот люди которые прямо кайфуют от того что я там мы они мне задают вопросы им отвечаю у нас такое общение происходит и это так прикольно когда ты можешь вот просто пообщаться и вот и этот проект он он совсем он иной у него другая атмосфера он это а по поводу бизнесовых и вообще продолжение да мы сейчас один пока не но никому не спойлерю мы на основном канале готовить проект это тоже новое направление но как мне кажется она зайдет классно всегда узнаешь сидит внутри хочу ресторан открыть хочу там запустить бренд одежды или еще что-то и вот ты вроде тыркаешься я привык пробовать ну то есть когда пришла идея сразу пробуешь и потом мир тебе начнет ну реально говоря типа стопе пока там вот этим позанимайся либо сразу люди появляются надо если не складывается пока не время знаешь дальше придет потому что ну идея есть это как тебе цели там а будущем все они есть она когда-то я стопудово наверно открою поэтому вот сейчас сейчас основа это все равно первый канал второй канал рт рост с тнт так что вот примерно так и назови топ-3 достижения в жизни которыми ты гордишься тишина такая есть вещи от которых я получаю удовольствие ты просто сейчас пытаюсь понять что такое гордость когда ты вот чего такой гордость когда почувствовал что что-то сделал хорошее такое вот что-то принес в этот мир может быть такой интерпретации ну вот наверное один из них то то есть по сути же вот я смотрю ты еще сделал канал по сути меняешь общество ты тебе пишут всякие подростки я знаю что у них очень много вопросов ты им отвечаешь с высоты своей жизни на опыт вот это уже очень классно и считаю очень большое достижение на самом деле я не горжусь этим это просто есть сейчас понимаю что-то ничем гордиться грустно стал по крайней мере вот что что вот это это уже очень очень многого ставит на самом деле я вот просто вижу что те вот я посмотрел какие те вопросы пишут я просто своя аудитория у меня в аудитории уже более у него фото побольше взросло больше как бы школьники все-таки и вот они тебе пишут очень важный вопрос который интересует их жизни и собственно ты им как бы отвечаешь этого я понял вот ты знаешь я когда сам был ребенком там 13 14 16 лет по 17 20 и не было человека который мне помог бы на армию еще прям болит каждого первого я понял что я просто должен это делать но если я могу это делать я должен это делать а я знаю вот я знаю только сегодня ты мне сказал что когда ты женился как как вот произошло какие вот черты ценишь ты свою девушку как ты ее нашел то есть это есть два варианта то есть ты она тебе нравится за что-то добрый смотри да я поясню она тебе нравится за что-то за то-то за то-то за то-то или есть еще один вариант вот ты просто ее увидел и нет никаких объяснений ты не можешь никак их описать просто тебя тянет мне нравится вообще максимально и все и ты никак это не объясняешь вот как в твоем случае за что какие качества может привлекли тебя в ней я искал ее с двух лет первый раз я сделал предложение своей девушке в два года она чихнула то есть я такой думаю ладно пока поставишь остановись ну я очень много пробовал я очень много искал я прям и встречался там по два года по пять лет по три поэту это то есть много делаю ты постоянно ты пытался понять где есть ты где есть она и что вообще как это и один раз так все это было она погнали кто для тебя сегодня самый главный учитель или их несколько первый папа это прям с детства который до сих пор он мне там по шапке дает все-таки он тебя как наставлял что-то какие советы давал дать ты знаешь иногда молчанием иногда вот какой-то конкретик и иногда там по бизнес ну сейчас чем старше я становлюсь тем больше тем она с ним для общения становится и там советуешь что-то это что-то не понимаю он и там по двадцать пять раз объясняет потом его пап ты был прав так да поэтому это ты первый самый самый главный а так да ты знаешь как каждый человек ну да есть сейчас есть пласт тех кто вот например юра да он прокачан он там бизнес она энергетика там спорт еще какие-то вещи есть но еще там несколько миллионеров миллиардных короче вот в теме бизнеса когда ты прям осознанно развиваешься ты находишь там людей на которых смотришь что-то у них там учат так вот сейчас ты там я вот тебя что-то узнают и рассказывают как путешествует там про истории какие-то рассказал вот там оказывается так бывает и все это какой-то то конечно конечно я тоже все в это время очень много знаний накопил сейчас хочу их передавать людям именно на своем канале потому что у меня действительно разрывают знания все кто со мной общается задает много вопросов то есть как бы наставляя жизнь начинают понимать и не то что говорю как им действовать как-то их ориентирую что им становится понятно куда идти конкретно им вот в конкретной их ситуации в ней есть некое такое но уже многие это отмечают они говорят что нельзя ни в коем случае это закапывать землю нужно этого как бы я вот сейчас хочу на канале 1 но этим заниматься имеет очень сильно нравится я кстати даже у меня есть такая тема что я занимался но сдавался вопрос вот чем я хочу заниматься если вы не считаете денежной момент да допустим чем чем я хочу именно заниматься у меня пришел всего на данный момент сегодня один ответ что я хочу развивать именно youtube а рассказывать ну делать этот мир лучше потому что когда-то свое время и мне вот с точки зрения строения там какие-то люди я очень сильно вдохновлялся с такими глазами смотрел короче меня очень сильно вдохновили я перешел один моменту столько была сильная мотивация сейчас я чувствую что но я должен даже не столько должен не прям хочется это делать я должен у меня это общество как бы рассказывать людям ну что как все на самом деле обстоит что действительно это стоит делать что сегодня у меня вот выносливости вообще не устаешь совершенно максимальные уровни энергии здоровье вот сегодня анализы все то есть идеальные по всему то есть поэтому однозначно ребята стоит этим заниматься то есть переходить на строение самое главное чтобы она была эффективным то есть не слушать псевдогуру которые не знают о чем вещают допустим одна из ошибок вот если вы слышите что человек говорит что ешьте только фрукты этого достаточно это путь в пропасть на самом деле есть очень много нюансов касающихся микроэлементов жиров поэтому нужно знать все нюансы если средний у вас эффективно и то все будет очень прекрасно я тоже пытаюсь мне нравится в принципе нормально могу заниматься какой бы совет ты дал ребенку вот если допустим если тебе обратиться к себе 15-летнему чтобы ты посоветовал то что ты бы какие-то может быть на грабли наступал чтобы сейчас рождать совет и он как бы это уже знал и не отступал на эти грабли может быть так сказать растеребонькование тебя миром когда ты начинаешь теряться немножко и тебя там то родители то друзья то это и что-то тебя ну растаскивают по разным направлениям и ты вроде бы не хочешь но ты идешь туда и ты это и как можно раньше понять что нужно заниматься тем что тебе нравится тем что тем что ты его прямо сейчас хочешь делать и пускай ты там попадешь первое время все равно перестройка будет будет какая-то небольшая яма но потом она тебя как бы начнет выводить потому что лучше там делать ошибки в том в чем тебе нравится чем делать ошибки в том чем тебе не нравится и на них учиться и дальше уже по накатам как ты считаешь как себя найти можно вообще человек допустим как мне себя найти я не знаю кто я это стоит точки зрения как это делать никак не нужно себя искать что это первое ничего есть прямо сейчас под подробность ну ты знаешь это она на уровне ну ты там хочешь в туалет да ты ничего не можешь делать ты как бы сюда тебя влечет да и идешь дать прям сейчас ты чувствуешь блин как ребенок ну просто с возрастом немного структурирования становится в детстве ты вот цветочек видел пошел там потрогала там что-то а потом система по рукам бьет и говорит не надо тебя какой цветочек надо блин он красиво чего нельзя там игрушку ты не понимаешь почему мамы тебе запрещают эту игрушку потом вот эти сенсоры отбивают и человек уже не знает что чем он хочет заниматься если будут у детей это не отбирали они четко интуитивно шли куда ему мы не знаю все равно есть фактор социализации есть такая штука если ты живешь в обществе тут и зависим от общества и первично как мне кажется нужно вот понять эти ограничения понять чтобы потом их убрать но оставив в жизни не знаю понятно сказал нет то есть сначала ты должен прожить прочувствовать эти все ограничения там куда нельзя куда можно а потом начать из них выходить и уже с осознанием что они есть когда уже прикольно получается они должны ну если ты как бы ребенком это вот дети животных воспитаны вырос но ты не понимаешь как в этом мире жить это сложно это очень сложно и там еще хуже в начале нужно вот как бы структуру потом из нее это разрывать ну и как мне кажется мне еще знаешь почему вот нравится почему тебя канал так очень сильно подписываться ты очень сильно открытый во-первых ты открыт мира во-вторых когда ты рассказываешь людям у тебя очень сильная открытость откровенность то есть в основном если говорить так но фигурально выражаясь люди надевают на себя пиджачок и они как бы многие каналы они боятся там свою душу показать в канале а ты не боишься и открываешь это очень сильно магнит людей максимально очень-очень вот это вот я что я понял зачем я поначалу тоже я перед запуском канала я очень много там чет ну вот есть куча фраз из книжек есть там отродить от этого от этого и ты говоришь вот такими очками до ярлаками потом смотрю на себя думаю пожалуйста выключите это человек он что-то фигню как говорит и я понял что лучше вот выдохни и пошел говорить надо и все и людям нравится ну-ка я ты просто ты не нужно строить из себя там супер успешного или кого-то я вообще заметил еще такая тема что это люди чем он проще тем он доступнее то есть это показатель некий допустим вот человеком зарабатывать и несчастные там 300 тысяч и он там мы себя но особенно в регионах это считается какие-то деньги москве нет конечно и он вся что-то там там такой губы такие у него там будет на выкате там хоть тележку подставляют у губы тут года гордый на самом деле чем более высокого уровня человеком он намного более ну как он и умственная гораздо проще но вообще не во всем то есть это показатель в том числе да он доступнее так сказать а мне нравится общаться мне вот меня личка открыто там мне в день по 500 писем присоединяем на все конечно отвечаю мне нравится когда хороший вопрос я забуду наверное от чего ты спросил чего кайфую я кайфую хороших вопросов потому что сразу ты ты не у тебя нет ответа в голове он разорождается вот так и так его нифига я сказал и на сладкое мой самый любимый вопрос один самых моих любимых смотри тебе боженька сейчас говорит я тебе даю безлимитную карту виза то есть что это значит это значит следующее что все миллиардеры которые живут на земле там джефф безос который 150 миллиардов долларов там билл гейтс короче всех там цукерберге там сложил одну кучу они ничтожно малы по сравнению с тобой ты можешь купить google ты можешь купить youtube ты можешь купить землю ты можешь купить всю галактику короче то есть через эту пластиковую карту ты получаешь доступ к абсолютно бесконечному количеству энергии вот то есть соответственно и как бы ты ее не сжигал она все равно будет липнуть то есть она всегда с тобой собой то есть бесконечно большое количество денег то есть твои действия как бы это изменило твою жизнь продолжал ли бы ты также активно развивать свой канал и либо ты так как бы забил на него маленькая сказал начал бы там допустим чем-то другим заниматься там допустим отдыхать ездить куда-то путешествовать или все-таки ты бы занимался именно этим же то есть когда твой финансовый вопрос закрыт настолько насколько я это объяснил положил бы продолжил дальше делать то что делаю не ну когда есть эта штука прикольно иногда взял когда там нужно ну чё-то иногда ну типа деньги интересного движуху там чё-то наводить там об получилось алка это там иногда я решил считерись поигрался так взял оттуда так вот там все в развитии как канал конечно продолжил мне нравится снимать видео лану от спасибо тебе за очень классное интервью за и очень сильно понравилось и подписывайтесь конечно канал лада все ссылки я дам в описании на оба его канала и на старые на новые я думаю получите много новых смысл потому что он не по возрасту говорит очень умные вещи спасибо вам и кстати пишите в комментариях какие каких еще людей вы бы хотели чтобы я взял них интервью какие люди были бы вам интересным чтобы вот так сели посидели поговорили душевно на сегодня у меня все счастливо пока подписывайтесь на канал дениса хороший мужик все годный говорит